Голубые береты, крылатая пехота, воздушно-десантные войска всегда ассоциировались с силой и доблестью. Недаром девизом десантников стала фраза «Никто, кроме нас». Торжественное мероприятие в Лобинске состоялось на площади Победы возле памятника воинам-интернационалистам. На нем присутствовали ветераны ВДВ, Великой Отечественной войны, представители района и городской власти, общественных организаций, жители города. В честь людей, которые всегда на передовой, в этот день прозвучало много добрых слов и поздравлений. Райшите мне от имени поручения главы района, героя труда Кубани Александра Александровича Садчикова, сердечно поздравить вас, пожелать вам успехов, пожелать вам, чтобы только мирное небо было над нашими головами, пожелать вашим домам благополучия, уюта, добра и всего самого хорошего. Позвольте мне от себя лично и от главы города Алексея Николаевича Матыченко, от председателя совета депутатов Лобинского городского поселения Максима Ивановича Артеменко поздравить вас с вашим профессиональным праздником, Днем Воздушно-десантных войск. Пожелать вам, конечно, здоровья, счастья, долгих лет жизни, здоровья вашим родным и близким. Уважаемые друзья, десантники, коллеги, земляки, позвольте выразить вам искренние слова благодарности за вашу службу. Три года назад ветераны-десантники присоединились к боевому братству. Сейчас членами общественной организации является 40 человек. Это особый род войск, который является резервом нашего верховного главнокомандующего. Он выполняет хорошие задачи. И вот последние операции, которые проходили в Сирии, да, это тому пример, что действительно войска всегда были, есть останутся на высоте. Они прошли большой путь от Великой Отечественной войны и Приднестровья, и Грузии, и Осетия, и Северная, и Южная, и Ереван, и Тбилиси. Ну и самое главное, что Афганистан. Это взятие Кабула, 79-й год. Они настолько оказались мобильными и, можно сказать, и ответственными. Они выполнили эту задачу, которую поставили перед им правительством. Десантники всегда с особым трепетом относились к своей службе. И уже находясь на заслуженном отдыхе, лобинские ветераны не теряют активности и боевой закалки. Больше года назад на базе седьмой школы они организовали работу военно-патриотического клуба «Юный десантник Кубани». И теперь азы профессии осваивают 27 школьников. «Занимаемся патриотической работой в городе. Основная работа – это у нас седьмая школа. Мы открыли там класс десантный. Совершили уже девочки у нас и мальчики по одному прыжку, четыре человека. В том году два человека поступило в райзанское училище. Сейчас один из них присутствует на сегодняшнем мероприятии – курсант. И занимаемся стрельбой, занимаемся подготовкой к прыжкам. Теория занятия по прыжкам, по металлению ножей, по стрельбе – в неделю два-три раза занимаемся». Один из членов клуба «Юный десантник Кубани» уже знаком с чувством полета. Вместе с тремя товарищами-школьниками Анатолий Мазуров отважился на прыжок с парашютом. Интерес к десантным войскам зародился у парня в детстве и не отпускает до сих пор. «Я хочу попасть в армию. У папы друг есть. Он тоже ВДВ-шник. Он мне рассказывал в детстве, как прыгал с парашютом. И вот как раз получилось, что в нашей школе открылся этот кружок. Там все нравится. Там укладка, рукопастный бой. Еще и прыгал с парашютом вот у меня». В память безвременно ушедших воинов-десантников участники мероприятия почтили минутой молчания. За многолетний добросовестный труд и ответственное отношение к делу, активную общественную позицию и личный вклад в патриотическое воспитание молодежи ветеранам-десантникам вручили почетные грамоты за подписью «Глав района и города». Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.